Извините, я прибью-то его книжечку не читал. Моя жизнь, мои достижения. Настоятельно всем рекомендую. Моя жизнь, мои достижения. Генри Форд. 1924 год. Для многих случатся откровения. Насколько гражданин Форд был умен, толков, расторопен. Это, кстати, из моего советского детства. Вот это. Именно это. Нормальный американец. Жесткий. Прагматичный. Я тут это, я тут то, мигом организуем производство, поналяпаем. И это был такой, в моем понимании, абсолютно нормальный капитализм. Когда мы тут, акулы бизнеса, всех рвем, бомбим. Автомобиль, если я правильно помню, у него стоил 600 долларов, а трактор Фордзон 800 долларов. То есть, это из расчета, чтобы любой купить мог. И этот трактор, если правильно из книжки помню, он там не то 90, не то 99 операций выполнял. Мог качать воду из колодца, пахать, баранить, качать люльку с ребенком там. Черти что. И сбоку бантик. 24-й год. А к концу производство Форд Модел Ти стоило уже 350 долларов. То есть, там он всех посадил, кого только можно, на эту машину. Но в этом крылся и, собственно... Я это, с твоего позволения, завершу. Вот нормальный был американец. Что мы видим теперь? Там вот эти размалеванные рожи, эмо сплошные, какие-то там черные, белые, зеленые. Хрен поймешь. Это-то уже... Слилась Америка. И списалась, и сочинялась, и все такое. Книжку настоятельно рекомендую. И тем, кто любит автомобили, и просто кому интересно и про бизнес, и про жизнь в Америке очень интересная. 24-й год. Да.